Добрый день! В рамках онлайн-встреч Арифлейм мы стараемся рассказать вам о самых важных новостях, познакомить вас с самыми главными запусками, которые ждут вас в ближайшем сезоне вместе с компанией Арифлейм. Но неотъемлемой частью наших встреч всегда является общение с нашими топ-лидерами. В эту студию мы всегда приглашаем кого-то из лидеров, кто показал достаточно большой и впечатляющий рост в недавнем периоде. Сегодня мы пригласили наших новых топ-лидеров. Давайте мы с вами поприветствуем в нашей студии Елена и Дмитрия Рублевы, наши новые бриллиантовые директора из Кирова. Ребята, я вас приветствую, рад вас видеть. И сегодня мы с вами будем общаться, потому что вы очень интересная пара, очень интересные лидеры для наших лидеров. Я это знаю по всем выступлениям вашим на мероприятиях, где я сам присутствовал, знаю по себе. И у нас очень много вопросов, я уверен, что и у лидеров очень много вопросов, все, кто нас сегодня смотрят. Я приготовил много, о чем я хочу вас спросить, но начало у нас всегда традиционное. Для того, чтобы познакомиться с нашей аудиторией, мы всегда традиционно в нашем бизнесе просим наших гостей рассказать о своей истории, о том, кем вы были до того, как познакомились с Арифлейм, как познакомились, как попали к нам. В общем, вам слово, ваша история. Всем привет! У нас огромная честь сегодня быть здесь. И, наверное, это не случайность, потому что то, что мы здесь, это означает то, что мы делали какие-то определенные действия, которые привели нас к этому результату. И история в Арифлейме началась с меня. Мне было тогда почти 18 лет. Я была студенткой первого курса филологического факультета. И я просто хотела работать на какой-то такой работе, на которой не надо ходить к 8 утра и работать с утра до вечера. Но так как я училась, я понимала, что мне нужно получить высшее образование. Я самая старшая из четырех сестер дома. Я приехала в город из деревни, и для меня, когда мне предложили дисконт от компании Арифлейм, моя хозяйка, у которой я снимала как раз тогда квартиру, она меня пригласила на мастер-класс по уходу за кожей лица. Перед тем, как мы к ней пришли, я пять раз отказала. Мне уже было неудобно. Думаю, надо как-то прийти, и она меня приглашает. И когда я пришла в офис, меня встретил мужчина в галстуке, в костюме. Я думаю, ну надо же, ну то есть Арифлейм и мужчины как-то не сочетаются. И он мне сделал мастер-класс, полностью сделал мне уход за кожей лица. Я думаю, если он умеет это делать, значит, я тоже смогу. С 101 мастер-класса тебе сделал мужчина, который Арифлейм. Да, да. Он как раз закрыл директора, и он такой был весь на энтузиазме. И когда мы проделали мастер-класс, он говорит, давай теперь поговорим вообще, что такое Арифлейм. И у нас состоялся разговор, он говорит, о чем ты мечтаешь? И вот на этот вопрос я, наверное, осталась в Арифлейме, на отношение его к моим мечтам. У нас никогда не было таких диалогов в семье, чтобы вот прям по мечтам поговорить, потому что мама с папой всю жизнь проработали в школе, они очень любили свою работу, и как-то вот все было, наверное, некогда просто. И когда Александр еще вышел в другую комнату, оставила меня с бумажкой, с ручкой, и я написала на бумажку восемь своих мечт, вот как называют джентльменский набор. И первая моя мечта, это была получить диплом в высшее образование. Одна из них была увидеть море. Он говорит, ну вот давай, вот сколько стоят твои мечты? Мы с ним посчитали. И я думаю, это же все стоит денег, а деньги же где-то на взять. И на тот момент я понимала, что ни на какой работе, вот которую я знаю, это не осуществить эти мечты. И он говорит, а какая твоя самая сильная мечта? И вот на тот момент это было увидеть море, я очень хотела увидеть море, никогда его не видела. И целый год наших с ним активных действий, от момента, как я начала работать в этом бизнесе, как я это приняла, что это бизнес. Он начал со мной. Каждый день мы проводили вместе. В результате он стал моим крестным отцом. И Александр Ильич, он обещал моим родителям, что он меня доведет до результата. То есть он меня взял под свою ответственность полностью. И на первую тысячу долларов, которые я получила от компании, в 19 лет я съездила на Красном море. Это была вообще моя мечта. Потом я решила, что нужно исполнять следующую мечту, это найти мужа. А там уже записывалась в 18. Да, да. Ну, муж, семья, дети. И я мечтала найти мужа. И вот так получилось. Так как я работала на улице, на холодном рынке, так как мне все знакомые мои отказали на тот момент, они все надо мной смеялись. И я вышла на улицу в очередной раз, еле нашла бумажку, взяла ручку. И вот с этими инструментами я пошла на улицу подходить незнакомым людям. И в этот момент Дима взял, подошел сам ко мне, притянулся. Но это было знакомство просто как с девушкой. А в Reflame, как я пришел, это был как раз пятый курс. Я учился в университете на инженера. И знаете, в то время я уже понимал, что инженер, моя профессия, не даст мне то, о чем я хотел, а то, о чем мечтал. И мы даже с друзьями как-то сошлись на том, что нам нужно открыть какое-то свое дело. Опять же, на том же, где-то в тот же год я был, познакомился с компанией сетевого маркетинга. Тогда была другая компания. Я запомнил только одно, что в сетевом можно сделать что-то такое, вот один раз хорошо поработать, и будешь получать пассивный доход. То есть вот создал какое-то дело, и получаешь с этого пассивный доход. Но там благополучно все завершилось, как и началось быстро, началось быстро и завершилось. А потом я познакомился вот с Леной. И знаете, тут нужно отдать должное ей, то, что она меня не тянула в Reflame, не приглашала. Вот так явно. Она просто показывала свой уровень жизни, то есть чем она занимается. Я видел, что она не продает прям сумками, да, как такое представление, особенно в то время было. Я узнал, что это компания сетевого маркетинга. Я и Лена для меня стала вот в моем окружении первым человеком, у которого был результат в сетевом маркетинге. Вот для меня это был очень такой важный фактор. Я начал разбираться с паном успеха компании Reflame. Вот эту книжечку все изучил. Конечно же, посмотрел несколько видео различных лидеров, видеопрезентации бизнеса. Причем под запись. У меня до сих пор сохранилась та тетрадочка, где я все под запись переписал. И таким образом, по инерции, да, вот после получения диплома я, конечно же, устроился на работу, меня пригласили. Но я там поработал ровно 50 дней. У меня есть трудовая книжка, где я поработал ровно 50 дней на работе по найму. Что я там делал? Я сидел и взвешивал. Плюсы и минусы. Я понимал, да, куда я трачу свое время. И помню, да, помнишь, у нас был разговор. И мы решили оба, так скажем, с головой идти в Reflame и здесь поработать на результат. Но у нас тогда ничего не было. Да, у нас не было. Ни бутек, ни кредитов, ни детей. Ну, решили. Ни штампов, паспорт. То есть чистый лист. И мы решили, да, начать и результат есть. 50 дней на принятие решения у тебя ушло для того, чтобы... Ну, можно так сказать, да, на самом деле. Так, друзья, с которыми ты хотел тогда образовать первый бизнес, они сегодня в Reflame, в вашей команде или нет? Нет, эти друзья, у них, самое интересное, у них на сегодня свои бизнесы. У каждого свой. В Reflame они, конечно же, сначала не так понимали, да, как я это видел, видел это я. Хотя сейчас они очень лояльные потребители нашей продукции. Да, они любят, особенно велмоз любят. Очень здорово, что Reflame получается. Мы всегда говорим о том, что с нами можно исполнить любые мечты. Вот вы наглядный пример того, что мечты исполняются. Лена, на каком ты сейчас пункте исполнения мечты из 8 записанных? Сколько уже осуществлено? Все. Все 8? Все. К уровню бриллиантов. Здорово. Ну вот, в принципе, тогда мы и говорим, что действительно уровень бриллианта минимальный, на котором вы действительно уже можете осуществить самые главные, основные мечты. Но правильно ли я понимаю, что список пора продолжать, и туда есть, что записать следующий? Конечно, у нас огромный коллаж мечты. Да и список огромный. У нас каждый год 100 целей. 100? 100. Минимум 100 целей. И каждый год мы, вот по итогу прошлого года я посмотрела, примерно 70%, даже 75%, наверное, исполнилось из этих целей. Причем, что три самые глобальные цели, которые были еще до этого несколько лет прописаны, они исполнились все за один год, за прошлый год. Здорово. Многие цели, извините, передаю, они случайно исполнились. Да, вот при достижении уровня, достигая одних целей, другие как-то так закрывались само собой. Но я думаю, в немалой степени, потому что они были у вас сформулированы, как они были записаны и так далее. Что касается истории, очень-очень-очень классная история, смешивает в себе и, наверное, обретение дела жизни, о котором вы мечтали, и еще и обретение друг друга. Очень забавно, что, можно сказать, на промостойке вы друг друга встретили, и это здорово. Лена, я слышал еще одну деталь касательно истории, расскажи ее в двух словах, о том, что ты рассказала о родителях, педагогии, учителя. Я слышал о том, интересном факте, что, когда мама узнала о том, что ты зарегистрировалась в компанию Reflame, она чуть ли не уроки экстренно отменила, чтобы пойти тебя спасать. Так и было. Папа был директором школы в этой школе, то есть родители меня учили по математике, по физике, по черчению, в общем, много предметов. И на тот момент мама отменила все уроки, она узнала, что я в Reflame, она никогда не слышала об этой компании. И она не знала, что это косметика. Я просто позвонила, сказала, что я хочу быть красивой, богатой. Ну, какие-то, про какие-то мечты начала говорить. Это вызвало подозрения. И она на следующий день приехала в Киров, приехала меня спасать от Reflame. Они два часа на повышенных тонах с моим спонсором, наставником общались. Александр Дичей говорил факты. Мастер-класс сделал? Нет, там просто было, ну, это нереально было делать. Мастер-класс потом делала я. И на пороге офиса мама встречает свою бывшую одногруппницу. Бывшую одногруппницу, с которой они 20 лет не виделись. Но ее одногруппница была для нее авторитетом, еще с университета. И когда мама увидела Ольгу Александровну, и они такие встретились с глазами, Оль, ты что здесь делаешь? Галя, ты что здесь делаешь? Они вышли на 20 минут. Мама вернулась и сказала, все, Лена, занимайся. Ничего себе, вот бывают в течение обстоятельств прямо судьба. Ну, это же для меня надо было. Конечно, конечно, не случайно. Здорово. И что у нас сегодня у мамы? Как дела у нее обстоят с взаимоотношениями с компанией Reflame? Моя мама золотой директор компании Reflame. Здорово. Она вместе с нами путешествует. Сегодня она с детьми нашими находится, с двумя. То есть они полностью нас поддерживают с папой. И папа с удовольствием сидит. И не знаю, как они общались с папой на тот момент. То есть что мама сказала папе? Ну, у нас с ним не было никаких строгих разговоров. То есть папа абсолютно лояльно относится. Он понимает, что если я за что-то взялась, значит я буду делать. Здорово, интересно. Вопрос такой. У вас так получается, что у обоих первое знакомство началось с какой-то, понятно, рекрутинговой активности, с какого-то приглашения. Лена впервые познакомилась через мастер-класс. С тобой провели мастер-класс по уходу за кожей лица. Дима фактически попал на работу холодных контактов, промостойки и так далее. Как сейчас обстоят с этим дела у вас в вашей работе? На что вы зовете людей? И на какую рекрутинговую активность попадают сегодня ваши новички у вас? Через что они приходят к вам в команду? И на какое сообщение? Сегодня вы знаете, что можно прийти и на уход за кожей, и на мечту, и на поездку на море, и для того, чтобы найти счастье личное в Арифлейм. На что сегодня зовете вы и как люди попадают к вам? Попадают абсолютно через их потребности. То есть каждый раз, когда мы общаемся с людьми, я стараюсь выяснить у него потребности, стараюсь со всех сторон затронуть его стиль жизни. То есть чем он занимается, на каком он уровне дохода сейчас, что у него, где самая болевая точка. Если я вижу, что у него есть проблемы со здоровьем, и это визуально видно, то я стараюсь перевести его к разговору на велнос. Потому что так как мы достаточно давно, 11 лет я в бизнесе, и вместе с Димой 9 лет в Арифлейм, то у нас есть опыт работы и с велнос, и с продукцией, и с мастер-классами. Но мастер-класс на данном этапе, он у нас уже такой вторичный. То есть мы сначала зовем все-таки больше на бизнес, акцент делаем, на возможность путешествовать, на возможность стиля жизни. А мастер-класс это уже вовлечение человека в процесс, то есть любовь к продукту. Ну и в диалоге мы также узнаем, а какая у тебя сейчас серия по уходу за кожей лица, обычные вопросы. И люди, они видят, может быть они смотрят на нас, то что я всегда как реклама, я должна быть, пользоваться этим продуктом. И я это очень люблю. И наверное они видят любовь нашу к продукции Арифлейм. Правильно ли я понимаю, что в таком случае, что у вас презентация возможности Арифлейм есть, существует. Вы акцентируете возможности дохода, карьеры здесь. Но именно подход к тому, чтобы эту презентацию провести, он уже через определение потребностей. И так как ты говоришь, что это может быть через велнесс, это может быть через продукты, может быть через путешествия. Получается, что нет единого четко прописанного какого-то скрипта, текста, с которым ты подходишь, с которым вы подходите к человеку. Тут знаете, мы еще приглашаем, на стиль жизни приглашаем, а также приглашаем в свою команду. На нас лично приглашаем, в свою команду, на сообщество. Сейчас люди любят сообщество, они ищут их. И много людей приходят именно на наше сообщество. Они знают нас, в городе уже нас знают. И вот несколько последних историй, где уже старшие менеджеры, уже лидеры, они рассказывают, что они пришли, потому что им было интересно. Интересно, чем мы занимаемся, интересно, как мы это делаем. И они сейчас имеют доходы, и они уже развивают, у них дальше идет бизнес, развитие. Причем они говорят так, что мне позвонила Лена, ну потому что первая директора, в основном, кто у нас был, всем звонила я. Она что-то там рассказывала, я ничего не поняла. Но меня просто заинтриговало, что же там такое интересное в Reflame. То есть я не так обычно, видимо, рассказывала, ну там все вокруг да около, и все вкусно, чтобы они захотели через что-то прийти. И еще на что мы зовем, это, конечно же, деньги, это, ну, путешествия, это все, ну, такой, скрипта нет. Есть прямое приглашение на доход, это в любом случае. Конкретно на бизнес, на доход есть прямое приглашение. Я вспомнила, как я раньше звала в Reflame. У меня был фотоальбом, обычный фотоальбом. Он у меня до сих пор сохранился. И в этом фотоальбоме были фотографии с банкетов, с мероприятия Reflame. Я, где бы я ни находилась, я открывала этот фотоальбом и показывала людям. Я звала вот на картинке. И очень многие люди соглашались именно на это. Потому что они говорили, что, ну, нет такого на работе, а у вас здесь такое есть, и это им интересно было. Ну, то есть, подводя итоги, то, о чем вы оба говорите, это действительно смесь предложений и возможностей дохода, и при этом неотъемлемая часть – это стиль жизни. И вот тот интерес, который есть в этой работе, то самое сообщество. Если люди получают на обычном месте своей работы только возможности, там, я не знаю, зарплаты и какого-то профессионального роста, то, получается, в Reflame есть профессиональный рост зарплаты. Но здесь интересно проводить время. Есть жизненный интерес, которого далеко, ну, которого нет у большинства людей просто в их ежедневной жизни. Это здорово. Но тогда чуть-чуть уточняющий вопрос у меня по поводу вашего приглашения. Какие методы знакомства с людьми у вас есть? Где вы берете людей, где вы их находите? Это есть ли сегодня личное общение? Либо вы используете и личное общение, и еще онлайн, у вас работа в соцсетях, либо что-то одно, либо что-то третье. Где сегодня вы знакомитесь, чтобы пригласить в Reflame, а потом уже найти потенциальных партнеров? Ну, это наша любимая тема, потому что мы приглашаем абсолютно везде, и знакомимся везде. Есть у нас такое правило в команде, это одно знакомство в день. И мы запустили с прошлого года, с лета, марафон знакомств, где мы делимся друг с другом. И это продолжение. В чате у нас есть чат в Telegram, где мы каждый день делимся новыми знакомствами. То есть мы рассказываем, где мы при каких условиях познакомились, как мы начали диалог с человеком, что вот я там, например, сидела, и вот в этот момент я начала говорить с человеком, там, то есть прямо даже вот до мельчайших подробностей. И у меня есть блокнот знакомств, в котором я фиксирую все эти знакомства уже третий год подряд. То есть все, с кем я познакомилась, я записываю, при каком моменте я познакомилась, где конкретно. И если мне что-то нужно, например, там, ну, эти знакомства я делаю просто с целью познакомиться с человеком. Но когда я узнаю его ситуацию в жизни, я уже делаю предложение. Например, вчера мы гуляли в торговом центре, и вообще мест не было, мы хотели покушать, и там не было нигде мест. Сейчас мы сели на ближайшее рядышком место, ну, у Димы тоже уже эта практика, он тоже очень классно знакомится. Мы знакомились в принципе всегда просто, да? Сейчас это как бы именно оформили, прям целый марафон знакомств. Все пошагово. То есть у новичка есть пошаговые инструкции. Очень многие новички хотят попадать в этот чат, потому что они хотят в этом участвовать. И очень многие люди, они на самом деле умеют это делать, но почему-то они не считают, что это надо. А через это сообщество знакомств мы их заряжаем на то, что это делать легко. И бизнес у нас строится так же, как вот дышать. То есть это дуплицируемо, это пошаговые есть инструкции, когда вы новичков учите это делать. И это относится только, ну, то есть если человек хочет сделать одно знакомство в день, у него есть пример чат, в котором он может посмотреть другие успешные истории, как это у вас получается. Ну, то есть ему нужно куда-то пойти, чтобы сегодня в этот день с кем-то познакомиться. Либо, например, какие-то онлайн-знакомства тоже, они у вас поддерживаются, для этого есть какая-то инструкция. Мы когда начинали, я говорила только оффлайн, но потом мы столкнулись с тем, у нас же бизнес онлайн сейчас, да, вот мы очень много, так как мы сами родители в декрете, мы понимаем, что у меня не всегда даже физически получается выйти, например, на улицу сегодня. И у нас появились в команде люди, которые живут на одной улице, там, в деревне, где ты и так всех знаешь. И мы начали онлайн-знакомство тоже вводить. И при этом, как познакомиться, мы скидываем в этот чат начало знакомства. То есть каким образом человек начал писать, например, там, с комплимента. Мы учим делать комплименты, присоединяться. А 80% успеха зависит от присоединения. Ну и вот вчерашнее наше знакомство, чем оно закончилось? Хотела спросить как раз, торговый центр покушали, я надеюсь, и... Девушка сидела, кушала суп. Я никогда этот суп не пробовала. И мне просто было интересно, что за суп у нее такой. Ну и заодно в сумке был блокнот знакомств, конечно же. Нет, это... Блокнот знакомств – это такая книга, в которую я прихожу вечером, записываю все знакомства. То есть, ну, раньше это было как? Как меня учил Александр Владимирович, он говорил, «У тебя всегда должен быть блокнотик и ручка». Только ты познакомилась, сразу записала первое впечатление. Цвет глаз, цвет волос, во что одет. И я таким образом формировала свое... Такое адресное предложение. И у меня тренировалась моя память. И когда я сейчас знакомлюсь с человеком, я это все зафиксировала у себя. Домой вечером пришла и все написала. И у меня это занимает 5-10 минут максимум. То есть, если раньше мне это нужно было долго вспоминать, сидеть, то сейчас я... Вот, и с девушкой мы сидим, просто начали... Я говорю, «Приятного аппетита». Ну, это очень легко. И она сразу обратила на нас внимание, она говорит, «Да, вам тоже». Я говорю, «А вас как зовут?» Ну, «Как зовут?» И дальше, когда ты знаешь имя человека, да, через суп. А дальше я говорю, «Татьяна, вы давно? Вы первый раз кушаете этот суп?» Суп выгадаете. Да, да. И она начала рассказывать про суп, причем она это так просто начала рассказывать. Потом перешла вообще на свою историю. Потом, да, она начала рассказывать про себя. Я ей вообще ничего не спрашивала. А потом оказалось, что она знакома с Еленой Нестеренко из «Эрифлейм». Представляете? Из Воронежа. И она такая, «Это же как в фильме «Ёлки». И мы с ней просто...» И мы с ней менялись контакты. Она планирует открыть свой бизнес. И она сразу дала номер телефона. Абсолютно люди легко дают очень номера телефона. Ну, контакты какие-либо. Особенно, если такой живой способ. И если я правильно понимаю, то теперь ваш чат «Марафон знакомств» пополнился новым опытом и новым примером, новым методом рекрутирования знакомства через суп. Да. Об этом вся команда узнала. Нет, не на супе, конечно, да. Но, тем не менее, знакомство в любом месте с людьми, которые нас окружают. В обычной ежедневной ситуации люди действительно открыты к контакту. Получается, что у вас методы приглашения людей действительно отвечают, наверное, самым современным сегодня трендам. Это смесь каких-то современных технологий, при этом классика. Потому что всегда живые знакомства, живое общение. Это совсем другое качество контакта, совсем другое качество знакомства и так далее. Вот некоторые спрашивают, как вы совмещаете онлайн и офлайн? Вот как раз здесь мы совмещаем онлайн и офлайн. Каким образом? У меня всегда в руке телефон при знакомстве. И мне же нужно как-то взять контакт и подвести к этому лояльно. Не так, что так, давай, давай мне свой контакт. Я в этот момент, я чувствую, что мне уже надо взять контакт, или, например, человек начинает одеваться, или там он уже торопится. Я с телефоном стою. И я дальше говорю, как вас найти в контакте? И я тут же открываю телефон. При нём. При нём. И он видит, что я записываю, я серьёзно. И либо он сам себя находит и добавляется ко мне у друзей. Потому что раньше люди давали телефоны, и они были неверные. А я не проверяла. Ну зачем? Я же наивная. Доверчивая. Доверчивая. И Александр Ильич также говорил всегда, бери и проверяй. Если сейчас номер телефона, то мы прям делаем дозвон. Вот, запиши мой номер, как меня зовут, сразу же полностью имя. Проверим связь. Да, да, да. И я сразу делаю дозвон, сразу сохраняю номер телефона. Или в контакте я обязательно, и вечером обязательно прихожу, и этим людям пишу. Иногда делаю несколько знакомств день. И пишу для чего? Чтобы, то есть опять же, онлайн переходим. Он начинает смотреть сторисы мои. Мы должны быть примером для своей команды. То, что мы делаем один постдень. Мы должны снимать сторис. И если, например, новичок приходит, и он начинает какие-то активные действия, мы с ним обязательно этому обучаемся. И если он начинает делать знакомства, то его страница должна быть привлекательной. И это тоже онлайн. То есть мы параллельно делаем и то, и другое. Таким образом получается, что маршрут простой. Знакомство может быть совершено лично, при личном контакте. Это может быть личное знакомство. Вы налаживаете связь, вы знакомитесь с человеком. А далее вы меняетесь контактами. И онлайн здесь вступает уже с точки зрения двух позиций. Во-первых, чтобы человек нашел вас там и по вашей странице, и по вашему стилю жизни сделал вывод об этом бизнесе, о возможностях, о стиле жизни, который его может ждать. И вторая позиция с точки зрения облегчения эффективности коммуникации. Теперь вам с ним легче общаться, легче обучать, вызывать на встречи и так далее. Правильно? Да. И вот можно так сказать, наш онлайн бизнес в чем и заключается? В знакомстве с людьми, с продолжением общения с людьми. Ну, а если уже с партнерами, то это чаты и сопровождение команды. Да, онлайн тут нам необходим. А вообще, если говорить о знакомстве, о сути знакомства, то наша задача пополнять наше окружение. Окружение, список знакомых. Да, через который мы, классику нашего бизнеса. Каждый день увеличиваем список наших знакомых. Некоторые приходят и говорят, у меня нет знакомых, мне некого приглашать. И мы все равно работаем с этим заданием, что напиши список знакомых, там 10 человек, 20 человек, давай первых двоих пригласим. Нам нужно просто сначала первые два человека пригласить. А затем мы, изучая вот этот метод, я говорю, я могу тебя научить, расширять свой список знакомых. И при этом я вижу, реально ли человек хочет научиться чему-то. Либо он пришел лишь для отговорки и сказал, что у меня нет списка знакомых. Потому что те люди, которые приходят осознанно и серьезно, они, в принципе, идут, и они идут это делать. Потому что они реально хотят здесь что-то достичь. Это фильтр. То есть это некий критерий для выбора дальнейшего ключевого партнера. Как раз ты превосхитила мой вопрос. Хотела спросить, на каком этапе, по каким критериям вы определяете, кто посмотрел вашу страницу, ему понравился ваш образ жизни, он не против зарегистрироваться, вот быть в этом, как вы говорите, сообществе. А кто действительно для вас достоин, чтобы вы на него уже рассчитывали свои временные ресурсы, силы, его считали как будущим менеджером. Какие критерии здесь есть? То есть выполнение каких-то первых заданий, например, по пополнению списка знакомых. Что-то еще как для вас внутреннее? Как вы определите будущего возможного партнера потенциального? Ну да, это такой вопрос. Я тоже всегда раньше задавалась, как мне определить. Я всегда доверяю своей интуиции, но если это недублицируемо. Ну вот мужчины говорят, что они не так сильно обладают интуицией. Как мужчине, например, определить, кто это? Будущий или не будущий партнер? И, в принципе, я стараюсь давать задания самые простые. То есть, например, первых двух человек найти, договориться, рассказать обо мне, что я ему позвоню, кто я такая. Промоушен. Сделать промоушен, да. Промоушен мне. И у нас в команде это дублицируемо также. То есть каждый может сделать промоушен своему спонсору. Это очень важно, я считаю, в бизнесе, потому что, когда, допустим, мой новичок может рассказать пару слов обо мне, при этом сначала мне рассказывать, я проверяю. А дальше он уже рассказывает своим знакомым обо мне. А дальше звоню уже я. И уже люди ждут звонка. Поэтому почти, когда мы звоним по рекомендациям новичка, почти стопроцентная регистрация. Потому что люди уже ждут звонка. Получается, его задача, собственно говоря, найти контакт. Его задача пригласить и, скажем так, продать, промоутить вас. Человек уже имеет какие-то ожидания. И вы уже с ним связываетесь и делаете какое-то первое предложение, рассказ о возможностях и так далее. Но на самом деле здесь тоже, если мы говорим уже с самого начала сегодняшнего разговора о смеси какого-то сегодня прогрессивного подхода и классических методов, то это самый, что ни на есть, классический подход в любой классической системе успешного развития роста. Новичок ответственный за то, чтобы именно 3П, да, если вы помните, просто пригласить. Задача именно уже его вышестоящего спонсора рассказать и сделать первое приглашение. А он таким образом учится один раз, второй раз, третий, чтобы с какого-то уровня он тоже мог уже гостям своих новичков рассказать об Арифлейме. У вас это отлично работает, если я правильно понимаю. Ну и вот эти 3П, мы еще добавили 4П, это постить. Здорово. То есть 4П, это очень легко запоминается, и в принципе задания касаются этих 4П. То есть пригласить мы проверяем, как он приглашает, способен ли он сделать промоушен мне, проговариваем с ним это, все детали, все моменты. А дальше смотрим на выполнение. Если он в течение 1-2 дней выполняет, значит человек в принципе готов дальше делать что-то. Следующее там пользоваться, пользоваться продуктом. Мы говорим о том, что у него есть ванны. Ну самое простое тут, в принципе все это делают. Обязательно говорим о велнес. Здорово. Но вот ваше ноу-хау 4П, это точно прям воплощение того, что мы добавили классики, вот как раз современные, современную методику постить. И у вас есть четкое понимание, которое вы даете вашей команде. Зачем это нужно? Это нужно, чтобы люди действительно могли какие-то слова презентации или приглашения проверить уже на вашем реальном, на странице, чтобы получить то самое впечатление. Это здорово у меня. Ну вот хочу сказать, что не все партнеры в нашей команде хотят знакомиться и знакомятся. Все равно есть люди, которые не делают этого, но они работают со своим списком знакомых. То есть у них уже есть сформировавшееся общество. И они там работают, так скажем, делают предложения. Самое удивительное, вот мы сами не работали, знаете, онлайн холодными контактами, да, вот в интернете. Но есть партнеры, которые каким-то образом научились это делать. Их мало, но они тоже есть. Но тем не менее расширение списка знакомых, на наш взгляд, это самый эффективный метод работы. И в принципе, если говорят, а мы хотим на холодных контактах работать, я говорю, я тебя только так могу научить работать. Если ты хочешь идти там, ну, допустим, страницы создавать, это не ко мне. Я тебя этому не научу. Открывай тогда YouTube. Очень интересный момент. Вы сказали, что Лена говорит о том, что раньше ты думала, что как стать бриллиантовым директором, это нужно вот прям все знать, все уметь и все на свете делать. Но вот здесь у меня, для меня интересный момент. Это вы рассказываете, что Лена, ты в компании 11 лет, ты сказала, да? С Димой вместе 9. И вот здесь, извините, я не могу не спросить, вы 11 или 9 лет в компании. У вас прекрасный был способ, как вас сюда пригласили. Мужчина сделал уход за лицом. И при этом очень бросается, конечно же, всем в глаза, что именно за последний период около года вы закрыли три звания, и вы перешли из директорской команды в бриллиантовую. И у вас за один год, со старшего золотого, вы закрыли бриллианта. И сейчас, насколько я понимаю, у вас большие планы, вы продолжаете развитие. Что произошло в этот год или до него, что подогрело ваш такой рост? Вы 9 или 11 лет к этому шли, за год вы сделали три новых звания. Что-то вы явно начали или делать по-другому, или какое-то у вас решение возникло. Что произошло, в чем этот секрет? Как раз таки, да, все началось с принятия решения. Мы, в принципе, всегда работали активно, но каким-то образом все стояло на месте. И тут мы увидели, что наши друзья, что наши знакомые, а потом и вообще неизвестные люди, новые в бизнесе с Арифлейм, начали делать бриллиантовое звание. И вот благодаря этому мы поверили в себя. Мы поняли, что мы точно так же можем. Мы можем сделать бриллиантовое звание не когда-то, потом, а вот именно сегодня, здесь и сейчас. И можно так сказать, что какое-то время в бизнесе мы каждый день работали. У нас не было выходных, мы никуда не ездили, но мы делали ИБД. Что это? Имитация бурнодеятельности. То есть мы делали действия каждодневные, но мы их не доводили до результата. И у меня всегда на всех вебинарах, на всех семинарах я слышала эту фразу. Одна регистрация в день. Она мне прямо злила, эта фраза. Я думаю, ну неужели если делать одну регистрацию в день? То будет результат. И когда у нас пришло решение, что мы хотим звание бриллиантового директора, что мы уже просто разозлились, и у нас уже вот тут вот этот этап тошнит уже. И мы пришли, видимо, к этапу, и я понял, что уже пора. Это звание бриллиантового директора, значит мы уже созрели. Раз мы очень сильно хотим, значит мы это можем. И мы решили делать одну регистрацию в день. И когда у нас не получалось, но у нас один день, это как раньше мы делали, те действия, которые мы делали за один день, раньше мы эти действия делали за неделю. И мы вот эту неделю в один день превратили. Да, то есть если мы раньше у нас одна регистрация была в неделю, мы решили ее сделать в один день. Что нужно сделать? Из зависимости от нашего графика жизни, мы смотрели, какое время у нас самое эффективное на приглашение, какое у нас самое время эффективное на то, чтобы быть с детьми, и в какое время мы делаем эту одну регистрацию. И мы не ложились спать, пока мы не делали одну регистрацию. Тут, знаете, еще нужно отдать должное компании. Она нас смотивировала путешествиями. В данном случае Майами. Нас зацепила бриллиантовая конференция в Майами. Мы очень сильно туда захотели попасть. И мы начали работать. Мы завелись сами, завели всю команду на рост, на результат. В Майами мы не попали. Но тем не менее, команда вся уже была заряжена. Мы были заряжены. И мы просто немножко остановились, почему не попали. Провели анализ и начали делать дальше. А потом компания снова объявила? Да. В Сочи? И у нас в команде появился человек? Ну, нас смотивировала в данном случае следующая конференция в Японии. Но много партнеров в нашей команде, которые пришли на менеджерские конференции. Вот это тот инструмент от компании, который классно работает. Поэтому огромная благодарность компании за такие, я не знаю, это как вот, когда Бог хочет сделать подарок, наверное, вот он этот путь готовит для тебя. И вот как раз вот компания, она как-то, я не знаю, свыше смотрит на нас и говорит, что тебе еще надо? На. И она для каждого, для нас дает вот эту возможность. То есть получается, что предложение Арифлейм о путешествиях, это не просто замечательное дополнение к нашим фраграммам, предложениям. Это действительно может стать для кого-то решающим этапом, когда он принимает решение с нами сотрудничать. Для вас очень важна была бриллиантовая конференция. Мне жаль, что вы не попали в Майами, раз это вас в свое время так замотивировало. Но, с другой стороны, поздравляю вас с тем, что буквально через несколько недель вы отправитесь на бриллиантовую конференцию в Токио, в Японию. Мне кажется, что это совсем исполнение мечты. И, насколько я понимаю, для вас также знаковой какой-то конференцией была как раз та самая менеджерская в Сочи, когда вы, собственно говоря, начали активное движение в бизнесе. То есть возможность путешествий, она очень важна тоже для принятия решения и мечты у всех похожие. И еще меня лично всегда мотивировало то, что когда мы были на конференции, например, в Сочи, ко мне подходили топовые лидеры, которые меня знали давно, и они спрашивают, ну где твой бриллиант? И вот эта возможность общаться с другими топовыми лидерами на конференциях, она также очень мотивирует. Ну я так понял, что вдохновение, мотивация играют огромную роль, это не просто слова. Потому что в вашем результате я как раз вижу, вы говорите думали-думали, но вот когда вы решили, вы увидели, что другие стали закрывать бриллиантовых директоров, это стало быстро, это стало реально, вы тоже приняли решение. То есть получается вдохновение, принятие решения, мотивация и просто продуманные ежедневные четкие действия. Меня интересует, с вами можно говорить целый день, меня интересует завершающий вопрос. Восемь мечтаний, которые у вас сегодня выливаются в список из ста целей, из ста мечтаний. За чуть-чуть больше, чем один год, огромный путь, огромный успех, три новых звания и так далее. Если из вашего, лидер должен всегда уметь приоритизировать, если из вашего списка ста целей, основных мечтаний выбрать приоритеты, о чем вы в самое ближайшее время мечтаете, какая у вас самая ближайшая цель, какие планы у вас на дальнейший рост, по-прежнему ли вы замотивированы на такой же дальше эффективный рост и такие же результаты? Нам очень понравился уровень бриллиантового директора, да, то, что дает компания, даже сверх того, что мы ожидаем. И знаете, мы задумываемся о том, а что же на исполнительном уровне находится, да, какие там интересные бонусы, помимо денежных, да, что там еще дает компания. И хотим там проверить. То есть мы, когда пришли к званию бриллиантового директора, мы хотели ощутить полностью, что это такое бриллиантового директора. Все говорили, с уровня бриллиантового начинается нормальная жизнь в Reflame. И вот сейчас, в какой-то период времени, наверное, мы начали получать такое удовольствие от того, что мы, вот действительно, мы находимся в том стиле жизни, о котором мы всегда рассказывали. И у нас такое сейчас идет переосмысление бизнеса с другой стороны. И поэтому звание исполнительного директора, я думаю, немножко закрепит это звание бриллиантового директора и позволит нашим директорам вырасти как минимум нескольким, а может и десяткам нескольким, до уровня бриллианта, пока мы делаем. Здорово, здорово, что у вас есть план, мечта, ежедневные для этого действия, понимание, что надо делать и мотивация. Собственно говоря, я так понял, что это основные секреты вашей работы. Я хочу вас поблагодарить и сказать большое спасибо за то, что вы приехали к нам в Москву, за то, что вы сегодня приняли участие в нашей онлайн-встрече Reflame. Я со своей стороны еще раз благодарю вас и желаю, конечно же, исполнения всех мечтаний, всех поставленных целей. Очень сильно ждем вас в исполнительной команде и очень ждем ваших партнеров, ваших новичков, соответственно, тоже в директорской сначала команде, потом бриллиантовой. Я желаю вам осуществления всех мечтаний, Елена, и тебе. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы с нами.